Приветствую вас, итак, проблема автора вопроса заключается в том, что он не может понять своих чувств к девушке, вроде бы его к ней не тянет, вроде бы, но в то же время терять он ее не хочет, она его любит, но он не хочет ее терять. У автора вопроса есть также определенные трудности с самореализацией, переживают по поводу того, что в 35 лет у него нет собственной квартиры и машины, вот есть мысли по поводу того, чтобы сменить род деятельности. И отдельный автор вопрос отмечает, что девушка на эту проблему все равно, в чем ее несомненный плюс. Также автор вопроса упоминает, что девушка очень классная, что многие его коллеги-мужчины говорят, что он сорвал чекпот. И вообще, в целом, плюсов у автора запресса, плюсов, вот, в контексте девушки гораздо больше, чем минусов. Но, тем не менее, что чувствует к ней, автор вопроса не знает и хочет себе разобраться, спрашивает. Автор вопроса, значит, как понять свои чувства, как себе разобраться. И также автор вопроса спрашивает, нужно ли увольняться с работы, чтобы ей было легче перечислить расставание. Если он решится не расстаться. Владимир, именно так зовут автора вопроса. Мне бы хотелось в первую очередь обратить ваше внимание на то, что, как будто бы вы очень чувствительны. То есть, как будто бы у вас многие вещи, в том числе то, что говорят другие люди, то, что думают другие люди, способны на вас достаточно сильно повлиять. Нет, конечно, подобная форма эмпатии хороша. Но, у меня такое чувство, что вы не слишком уверенный в себе человек, как будто бы. И, как будто бы вы склонны к тому, чтобы испытывать чувство вины. То есть, мне кажется, что, с одной стороны, ваша неуверенность в себе и склонность к сомнениям, с другой стороны, чувство вины, как будто бы. И мешает вам принять решение. Это, конечно, помимо того фактов, что у вас есть проблема реализации себя. Ну, то есть, вот, то, как вы говорите, что 35 лет, у меня нет квартиры, машины. То есть, это идея сравнивания себя с другими людьми. Это несколько мешает. Не знаю, это, кстати, довольно фильм. Довольный фильм может мешать. Рот. А какой, на какой, точнее, аспект еще я бы обратил бы ваше внимание? Ну, наверное, в первую очередь на то, что вы пытаетесь как-то вот плюсы найти. Ну, такое ощущение, да? Вы пытаетесь найти плюсы, как будто бы. Но мне кажется, что это довольно ошибочное действие. Почему? Потому что вы пытаетесь рассмотреть эту ситуацию, вот, так скажем, в позиции рациональной. Мне кажется, что имело бы смысл просто себя спросить. Имело бы смысл просто поисследовать некоторые аспекты. То есть, я имею ввиду не пытаться действовать с точки зрения плюсов и минусов. Нерационально, если вы сомневаетесь, вот, если у вас есть сомнения, например, то, скорее всего, сомнения, ам... можно и нужно интерпретировать в сторону отсутствия чувств ваших. И в сторону восприятия девушки в качестве, как мне кажется, еще одного аспекта вашей реализации. Вот, я, конечно же, я, конечно же, могу быть не прав в данном конкретном случае, вот. Ну, мне кажется, что именно, вот, так вы девушку свою воспринимаете. Как мне кажется, по крайней мере. Понимаете, да? И, собственно, в какой-то степени, возможно, именно по этой причине у вас есть такое вот чувство, что вот она очень классная, вы не хотите ее терять. То есть, вот, вам повезло и так далее. На самом деле, еще не известно, что бы было, если бы вы чувствовали себя, например, ну, допустим, да... Если бы вы чувствовали себя реализованным, к примеру, вот, ну, я на виду полностью, если бы вы себя, вот, если бы вы чувствовали, да, что вы... Сто процентов реализованы. Вот. То есть, как бы вы тогда воспринимали бы девушку свою, вот, вторая наука, которая вот сейчас у вас есть. Все это вопрос. Понимаете? Понимаете, да? Вот. И, мне кажется, что на это вам нужно обратить свое внимание. Постараемся, по крайней мере, обратить на это свое внимание. Вот. И дальше, соответственно, уже этот момент исследовать. Как я имею ввиду. Баль всё вам будет понятно. Как обстоят дела. В Господь. А... Вам вынуждает, вынуждает. В ней сейчас. Потому что, как мне кажется, она, ну, даёт вам возможность почувствовать себя несколько лучше, вот, как мне кажется. Вы в ней нуждаетесь сейчас, это правда, вы в ней нуждаетесь сейчас. Но вопрос в том, на мой взгляд, заключается, да, что это за нуждаемость, что это нуждаемость из себя, условно говоря, представляет. Вот. Потому вы не можете разобраться во своих, вот, как раз таки, чувствах, вот, к ней, как мне кажется. Вот, примерно в таком ключе я бы вам ответил. Ещё вам, безусловно, мешает чувство вины, вот, потому что, потому что вы чувствуете себя виноватым, вот, не хотите её мучить, как вот вы говорите сами. И, естественно, всё это вам очень сильно, очень сильно мешает, мешает. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно работать с своим чувством вины, вот, и с личными границами, потому что сейчас отношения с вашей девушкой очень такие, вот, что называется, созависимые, вот, к сожалению, большому моему, у вас. Хотя, вы говорите, говорите, что девушки особо ничего не чувствуют, но, тем не менее, вы к ней привязаны, вот. И, соответственно, обратить в сторону, обратить свое внимание на сторону реализации, вот. Ну, собственно. Вот как-то, пожалуй, что так, я бы вам ответил на вопрос. Обратите внимание, что вы не опускаетесь несколько глубже, то есть вы описываете проблематику достаточно поверхностно, и из-за этого несколько вам кажется, что вы попали в сам этот круг, но если присмотреться повнимательнее, если постараться запуститься поглубже, а именно, как вы познакомились с девушкой, что у вас общего, вот. Что мотивирует, например, её, да, к примеру, к примеру, пытаться, ну, пытаться, вот, допустим, вами манипулировать, она пытается вами манипулировать, к сожалению, да, потому что, это, ну, вот, её вопрос, любишь ли ты меня, и так далее, это, к сожалению, не было отца, вот. То есть это, как бы всё, на мой взгляд, достаточно важный аспект, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание, вот, это то, как вы выстраиваете отношения с девушкой, собственно говоря, вот, понимаете, да? Такой вот аспект. Значит, дальше, что ещё можно добавить? Если отвечать на вопрос о том, значит, как вот вам разобраться в своих чувствах, то это больше про психотерапию. То есть это, это вопрос и задача психотерапии, вот. То есть это вы можете наиболее эффективно сделать только непосредственно в беседе со специалистом, вот, самостоятельно, вряд ли, потому что слишком много, как бы, здесь влияния, как бы, субъективизации, недостаток объективизации, вот, будет сказываться и довольно существенно, вот, к сожалению. Поэтому это нужно обязательно учитывать. Дальше, вы говорите про ошибку свою, ну, вот, что самую большую ошибку в жизни можете совершать. И я, если честно, думаю, что именно страх ошибки может быть тем фактором, вот, который мешает вам двигаться, ну, по, ну, по жизни вашей, как бы, то есть я думаю, что ваше отношение к ошибкам запрет, свой запрет на ошибки, вот, вам не может очень сильно мешать, потому что человек ошибается, это нормально. Если вы себе не позволяете ошибаться, вы не можете, эээ, как-то, расти, вы не можете развиваться, вы не можете двигаться, двигаться вперед. Вы не можете же пробовать, таким образом, что-то новое. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, принципиально важно позволять себе ошибаться. В противном случае получается история, когда вы довольно-таки, эээ, скажем так, эгоистично относитесь к человеку, эгоистично в самом негативном смысле, то есть, вы боитесь защитить ошибку, поэтому человека не отпускают. То есть, здесь, как-бы, несколько сторон есть. Вот. С одной, с одной стороны, важный аспект, ээ, того, что у вас есть чувство вины перед, эээ, девушкой, девушкой, вот. Это важный аспект, что у вас есть чувство вины перед ней. Вот. И, вроде бы, вы ощущаете, что виновата. Вот. А, с другой стороны, с другой стороны, вы воспринимаете её, как шанс для себя совершить, вот, или не совершить ошибку. Вот. И, в этом смысле, вы, конечно, вы, конечно, будете, эээ, ну, вне всякого, эээ, сомнения к ней, эээ, как-бы тяготить. Потому что, от этого зависит, ошибаетесь вы, вы, или нет. Вот. Так что, здесь тоже важный момент. Ваше желание быть, может быть, излишне, эээ, правильным. Вот. В данном контексте, эээ, скорее всего, на, на пользу, да, вот, скорее всего, на пользу вам, угу, не идёт. Вот. Потому что, ошибаются все, и, позволять себе ошибаться, это важный, эээ, важная деталь, так скажем, так скажем. Эээ, нашей жизни. Вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому, на это я тоже хотел бы обратить ваше, конечно, же, внимание. Вот. Что ещё? Эээ, смотри, вы встречаетесь в 5 месяцев, у меня, у меня качеля. Вот я бы, эээ, наверное, знаете, ещё, эээ, что бы сказал? Я бы сказал, что у вас есть, как будто, страх, эээ, вот, страх, эээ, страх, как будто бы, сближение. Вот. Я бы так, наверное, сказал бы. То есть, у меня такое ощущение, что вы, эээ, боитесь сближаться. Вот. Когда, эээ, ну, вот, вы сталкиваетесь с необходимостью, как бы, ну, может быть, вот, знаете, как, пустить, да, человека, эээ, несколько ближе, вот, к, эээ, к себе, а к вам. Вот. Когда вы с этим сталкиваетесь, вот такое ощущение, что вы боитесь. Вот. Этим связаны, кстати говоря, могут, могут быть связаны с этим, эээ, вашим, качелем. Как раз, потому что эмоциональные качели возникают, тогда, когда человек чего-то боится, вот, ну, страх, он, как бы, этот, несколько, вот, эээ, так скажем быть, вытесняет. Вот. Вам страшно. Страх близких отношений, эээ, хорошо имплементируется в элемент, ошибки. То есть, когда, собственно говоря, человек, вот, вполне может бояться совершить ту же самую ошибку, о которой вы говорите. Так что, я думаю, что сейчас, пребывая в определенном кризисе, вот, вам, конечно, очень сложно, эээ, разобраться в своих чувствах девушки, потому что вы пытаетесь, эээ, решить, определенную свою проблематику, вот, вы пытаетесь решить проблему собственной реализации. Вот, это, кстати говоря, эээ, совершенно нормально. То, что вы пытаетесь эту проблему решить. Вот, но, эээ, вмешать всё в, ээ, одну кучу, в данном случае, эээ, мне кажется, не лучший вариант. То есть, вы, обратите внимание на то, эээ, вот, эээ, как бы, что, что вас интересует-то больше всего в контексте девушки. А если вы посмотрите на это максимально внимательно, то вы, вы увидите, как мне кажется, что вас, в общем-то, не интересует её личность, а интересует только плюс. А плюсы вам нужны именно в силу того, того, что вас беспокоит вашу реализацию, вот. Понимаете, какая штука? Поэтому, эээ, я бы обратил ваше внимание, конечно, на данный аспект, если мы говорим о построении, эээ, гармоничных, по-настоящему гармоничных, эээ, взаимоотношениях. Вот. Эээ, если мы говорим именно об этом. Вот. Вот как-то, пожалуй, что так. Я думаю, что на этом можно было бы закончить мой ответ. Сейчас я ещё раз пройдусь. Так, у вас плюсы, мне 25, так, у меня 35, вот. Хочется изменить род деятельности, значит, проблемы тоже меня нет. Вот. Тоже, как мне кажется, важный момент, эээ, шпион. Вы воспринимаете девушку вот в том контексте, что она вас, как бы, принимает. То есть, ей вот на эту проблему всё равно, поэтому, поэтому, значит, это, как бы, плюс. Вот. То есть, это, опять же, восприятие вот, эээ, девушки, да, через эээ, такую вот, призму, эээ, своей, эээ, ну, своей, неполноценной, неполноценной, что получается, как бы. Вот. Ну и, на мой взгляд, это совсем не есть хорошо. Вот. И это также нужно корректировать, чтобы всё-таки вы спокойно в погоне относились, к тому, что чего-то вы не добились, не добились. Вот. Не в том смысле, чтобы перестали добиваться, а в том смысле, что бы просто действовали несколько более естественно, больше от своей природы. Вот. Ну и последнее, последнее, что я хотел бы сказать. Эээ, постарайтесь обратить внимание на то, какие чувства у вас возникают, когда вы находитесь с девушкой. Именно, вот, какие ощущения, ну, ощущения у вас возникают. Вот. Попробуйте на это обратить своё внимание. А почему это важно? Потому что вы сможете увидеть, нравится ли вам, например, то, что вы чувствуете или нет по отношению к девушке. Ну или, вот, то, что вы чувствуете или нет, так скажем. Вот. Вы сможете ответить себе на эти, в общем и целом, вопросы. И когда и если вы на них ответите, вот, то, на мой взгляд, ситуация будет для вас куда более проще, вот. Да, куда более, понятнее, чем, например, сейчас. Вот. Ну, а здесь есть момент, здесь есть нюанс, он заключается в том, что вам нужно быть максимально честным. Честным. С собой. То есть, если вы с собой, вот, не будете честны, да, если вы будете, там, ну, условно говоря, избегать чего-то или вы будете себя обманывать, например, вот, то ничего хорошего из этого не получится. Вот. Вот. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Вот. Если вы не будете честны с собой, то, как бы, смысл, 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 вот, в том, чтобы делать то, о чем я говорю, нет. Вот. Поэтому на это я бы хотел ваше внимание обратить. Ну, вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.